Иногда хочется иметь доступ не только к результату свертки, но и ко всем накапливающимся в процессе свертки промежуточным значениям. То есть в результате свертки получить не одно значение, а целый список промежуточных результатов, а в конце, естественно, то значение, которое получилось. Такие алгоритмы реализованы в стандартной библиотеке Haskell. В модуле DataList есть функция Scan, которая выполняет эту работу. Давайте на предмере левого сканирования посмотрим, как из левой свертки сделать левое сканирование. Давайте сначала посмотрим, как работает левая свертка. Левая свертка, например, на списке 1, 2, 3 превращает наш список 1, 2, 3 за некоторое количество шагов редукции в вот такую вот конструкцию. При этом сначала у нас имеется значение INI. На следующем шаге INI сворачивается с первым элементом, с единицей. На следующем шаге у нас образуется вот такая вот конструкция. Ну и, наконец, на последнем шаге у нас образуется конструкция вот такая вот. Мы хотим получить список из этих промежуточных значений. INI, дальше INI свернутая с единицы, ну и так далее. Давайте напишем соответствующую функцию. Тип ее будет немножко отличаться от типа свертки, а именно по типу возвращаемого значения. По-прежнему сворачивающая функция у нас имеет стандартный, такой же как у fold, по-прежнему есть инициализирующее значение, по-прежнему есть список, но результатом будет список значений типа B. Вот функция scanl, левое сканирование, оно будет возвращать нам список. Первое уравнение на пустом списке делает нам следующее. Если в прошлый раз нам возвращалось просто инициализирующее значение, то теперь, поскольку нам нужен список, это единственное инициализирующее значение, и будет упаковано в список. То есть запуск левого сканирования на пустом списке просто возвращает нам список из инициализирующего значения. Что же делать на непустом списке? На не пустом списке мы должны повторить те же самые операции, которые у нас были в рамках левой свертки. То есть сканл работает таким же образом. Только здесь он возвращает нам уже список, а не значение просто по своему типу и по своему инициализирующему значению. И в голову этого списка мы должны добавить текущее значение ини, инициализирующего значения. Следующий вызов скана и левой свертки будет сделан с новым инициализирующим значением, свернутым с текущим элементом списка. Это как раз и приведет нас к поведению, которое нас интересует. Сначала начальное инициализирующее значение, потом инициализирующее значение, свернутое с текущим элементом и так далее. Давайте теперь посмотрим, как левая свертка работает. Что можно с помощью нее сделать. Ну давайте запустим нашу левую свертку, передадим туда какую-нибудь операцию, ну например умножение, инициализировать умножение разумно единицу. Ну и давайте возьмем просто список от 1 до 10. Что здесь будет происходить? Сначала у нас появится единица, потом на втором месте у нас будет единица, поскольку инициализирующее значение единицы. На втором месте будет единица умноженная на единицу, на третьем месте будет единица умноженная на единицу. Ну, вычисленный уже предыдущий результат, умноженный на двойку. Дальше результат умножится на тройку, и того будет 1, 1, 2, 6. Это не что иное, как факториал, точнее говоря, список факториалов. Ну вот, поскольку мы взяли в качестве списка значения последовательные от 1 до 10, мы получили первые 10 значений функции факториал.